дорогие друзья всем привет рада видеть вас сегодня на своем канале с вами ольга придухина и сегодня мы с вами поговорим о том почему жена не получают удовлетворение от интимной жизни и главное что делать вам вопрос достаточно серьезный много вы на этот вопрос часто задаете его пишите ваше мнение ваши предположения и главное все время задаете вопрос что вам с этим делать поэтому давайте сегодня разберемся если действительно ваша жена отказывается от близости и обосновывает это тем что она не получает от этого удовольствия часто она закладывает мужчине определенный очень сильный психологический блок не потому что у неё что-то не так а потому что вы виноваты что она не получает удовольствие вот этот вопрос с точки зрения психологии меня всегда очень задевал почему так вот происходит что мужчина находится в таком состоянии очень сильного психологической нагрузки и у них развивается комплекс да то есть вот вы же мне этот вопрос задать мне же не женщины пишут я не получаю удовольствие но есть женщина это очень редко встречается в основном эта проблема мужчины а почему-то хотя хотя она же не получает удовольствие не вы да но мне всегда так это казалось немножко вот если честно странноватым вот прям странноватым почему же женщина на это не обращает такого яркого внимание так вот часто безусловно проблема в женщине но женщина не хочет признаваться что она какая-то не такая что она не получает удовольствие до что и не нравится половая жизнь это же плохо в целом в обществе то есть либо она это молчит вообще про это и придумывает 158 разных разных причин почему допустим она не хочет там вступать конкретно там сегодня завтра послезавтра с вами половые отношения либо придумывать себе какую-то болезнь с этим мы тоже достаточно часто встречаемся что женщина приходит когда вы знаете а вот там не допустим какие-нибудь кровянистые выделения или мне еще какие-нибудь выделения я испытываю боль поэтому я вообще не хочу вообще абсолютно никакой половой жизни и вот здесь мне кажется если женщина в этом признается то для мужчины то она уже все какая-то вот не такая вот вот маринка она вот не испытывает боли да вот моя то все у нее что нибудь не так всякая то она больная наверно стареет то есть и женщине позиция тоже не особо выгодна а очень выгодно сказать что знаешь вот ты какой-то не такой вот я там с мишкой все хорошо было с антошкой все хорошо было а вот с тобой что-то все не ладится да но не получая никакого с тобой удовольствие ничего мне не нравится или допустим тебя половой орган маленький почему сейчас друзья мои это вот пик вообще разговоров идет об увеличении полового органа и клиник множество врачей кто начал заниматься вот это вот интимная пластика да сплошь и рядом везде что давайте что-то увеличим нарастим объем длину блин ширину давайте что-то увеличим да но раньше такого не было безусловно все из-за чего все вот из-за какой-то недоговоренности все это из-за каких-то я абсолютно не против интимной пластики вы знаете много времени этому уделяю много видео записываю эту тему разных статей пишу комментарии да я не против абсолютно но есть маленькая но да для чего вам это нужно вот для чего чтобы кого-то удивить или что вы думаете вы там нарастите объем и вы прям ее супер-бупер удивите да не удивите вы ее проблема часто именно в голове ты женщина не разобралась в своей проблеме что ей не нравится конкретно да может быть ей вообще с любым мужчины не будет нравиться что не нарушены гормональный фон абсолют немало тестостерона у нее и правильно работает щитовидная железа немало женских половых гормон и есть женщины которые считают себя фрегидными а на самом деле вы знаете что фрегидность это тоже такая тень которую очень удобно женщинам накладывать на себя да а на самом деле у нее проблем с гормонами и стоит ей немножко их отрегулировать чуть-чуть часто даже там питанием образом жизни чуть-чуть и где-то подредактировать что-то и все у нее все становится хорошо а до этого 10 лет она была фрегидно да и ничего и она не чувствовала то есть здесь больше все-таки вопрос к женщинам на мой взгляд и если все-таки жена утверждает что ей там что-то не нравится я всегда предлагаю здесь попробовать поговорить что конкретно не нравится что конкретно не устраивает да какая какой есть вопрос какая какой есть запрос что хотелось бы конкретном случае изменить или исправить и только потом уже на себя накладывать вот такой отпечаток что я там плохой любовник летом плохой муж или я плохой мужчина или что-то с моим половым органом не так потому что вот они не чувствуют да вот это вот в этом видео я делюсь абсолютно своим мнением я знаю что многие женщины сейчас скажут да вы не правы да так далее это вот чисто мое мнение пожалуйста пишите ваше мнение в комментариях задавайте вопросы мы их обязательно будем разбирать формате видео формате прямых эфиров это очень важно да но вот нужно понимать что часто вы сами не разобрались в себе в своем организме в своей проблеме что конкретно вам не нравится что вас не устраивает а с другим мужчиной как у вас было да то есть безусловно есть процент отношений когда там мужчина допустим ведет себя эгоистично абсолютно не пристраивается к женщине абсолютно на нее наплевать но это процент достаточно маленький да в основном все таки это психологическая проблема причем явно которую женщина вырастила сама перекладывать на мужчину специально для мужчин что проблем с вашей потенции никогда не было чтобы ваши либидо было только под вашим контролем сексуальные дисфункции вас никогда не беспокоили я разработала препарат мужская мощь доктор ольга придухина абсолютно натуральный состав мы прошли все проверки мы зарегистрировали препарат на территории российской федерации производим на территории российской федерации абсолютно натуральный состав содержит цинксилен витамин c витамин d3 натуральный экстракт джиншени и йохимбина который является природными афродизиаками адаптогенами тонизирует организм укрепляют иммунитет и делает вас мощнее ссылка первое в описании под этим видео заказывайте пробуйте и ощущайте эффект мужской мощи